Любезно приветствую! Сегодня у нас с вами очень интересный выпуск, важный выпуск и тема поистине нужная и необходимая для достижения успеха в вашей жизни. Сегодня поговорим касательно цели построения, а именно, ключевой акцент я буду давать на этапе планирования ваших целей. Расскажу вам три важнейшие ошибки, которые допускает большинство людей на этапе планирования и почему потом не сильно получается в реальности добиваться поставленных перед собой целей. Будьте предельно внимательны, смотрите до конца, потому что это поистине важный, практически применимый контент, который каждому из вас без исключения необходим в вашей жизни. Эта тема будет как дополнением к той теме, которую мы ранее уже с вами проходили, касательно понимания и наличия своей критически важной цели. Но критически важная цель, это знаете, цель, которая стоит особняком, какая-то одна центровая важнейшая цель в вашей жизни. Но ведь 100% у вас есть и другие цели на жизнь, и тот контент, который содержится в этом видео, вам поможет правильно спланировать ваши действия, чтобы ваши другие цели были реализованы в действительности. Но перед тем, как я перейду, собственно, озвучу для вас ключевые ошибки в планировании, которые допускает большинство людей, давайте пройдем что-ли по базе и поговорим, какие цели у нас бывают. Вообще в целом есть такая градация, три типа целей. Первая цель это краткосрочные цели, дальше среднесрочные цели и долгосрочные цели. Краткосрочные цели, временной диапазон от недели до месяца, не более. То есть те цели, которые вы говорите себе, я хочу в этом месяце, допустим, закрыть такое-то количество продаж, заработать столько-то денег, это ваша краткосрочная цель. Если вы говорите себе, что в течение 2020 года я хочу закрыть новое звание, я хочу, чтобы у меня было такое-то количество бизнес-партнеров, чтобы моя команда расширялась до такого-то количества людей, это ваша среднесрочная цель. А если вы себе говорите, что я хочу через полтора, два, три года выйти там на бриллиантового директора, чтобы моя команда была самой мощной, самой эффективной командой в стране, тогда это ваша долгосрочная цель. Очень важный момент и некое важное вводное, которое я хочу с вами обязательно оговорить, чтобы мы с вами что-ли беседовали на одном языке. Многие люди допускают, как мне кажется, ошибку, когда они говорят, у меня на сегодняшний день пять целей. То есть, сегодня у меня задача закрыть пять целей. Нет, сегодня у вас задача закрыть пять задач на текущий день. Почему? Потому что цель это все-таки, знаете, такое гордое слово. И поистине цель это что-то, что стимулирует внутри вас, знаете, некую энергию, то, чего вы хотите добиться. А задача, это так или иначе, то, что вы сегодня выполняете, вас подводит к достижению ваших, будь то краткосрочных, среднесрочных, либо же долгосрочных целей. Когда вы кирпичик за кирпичиком выстраиваете здание вашего успеха, понимаете? Поэтому говорим на одном языке, цели это что-то в течение месяца, года, либо же год плюс, а задача это что-то в течение сегодняшнего дня. Когда вы выполняете определенное действие с целью закрыть определенную для себя желанную цель. Да? Это говорили. Теперь, дамы и господа, давайте я вам расскажу ключевые ошибки большинства людей на этапе планирования своих целей. Первая ошибка. Некорректное планирование. Что имеется в виду? Большинство людей, когда планируют свою цель, они планируют слишком много цифр. Да, безусловно, нам нужно иметь ориентир. Пример. Я хочу похудеть на 20 килограмм. Минус 20 килограмм это мой ориентир. И я хочу закрыть бриллиантового директора. Бриллиантовый директор это мой ориентир. Но что делает большинство людей? Они пишут. В январе я похудею на 2 килограмма. В феврале я похудею на 3 килограмма. В марте похудею на 3,5 килограмма, а к маю уже должен 20-ку сбросить. Как бы все вроде бы правильно на этапе планирования целей. Но вы не знаете, как будет в действительности. Вы не знаете, как... Вы можете в январе сбросить 3 килограмма, в феврале сбросить 5 килограмм вместо спланированных 4-х. А в марте вообще не сбросить. Потому что в какой-то момент времени тело начнет противиться. И это совершенно нормальный процесс. Поэтому большинство людей обжигаются на этапе планирования своих целей. Потому что планируют чрезмерно большое количество цифр. А когда в реальности, в действительности они не добиваются этих цифр, люди расстраиваются. Что я вам рекомендую делать? Планируйте не цифры, а планируйте действия. То есть другими словами, вы пишете. Ваш ориентир. Минус 20 килограмм. Бриллиантовый директор. Полумарафон. Марафон. Прочитать 40 книг и так далее. У каждого из вас совершенно разные цели на жизнь. То есть вы свою цель выписываете. Вы ее оцифровываете, как вот именно это мне нужно. А дальше планируйте список действий. Потому что не цифры в плане вас будут приводить к результату, а действия. И когда у вас будет прописано список из 5, 8, 10 плюс действий. И когда в какой-то момент времени одно действие уже просто не будет работать, вы берете и меняете. У вас есть уже в плане прописанные другие действия, которые вы можете предложить. Это предельно важно. И большинство людей обжигаются именно на этой ошибке. Они планируют цифры, они планируют действия. Именно поэтому у них потом многое не получается. А вторая важная ошибка, и почему, собственно, люди не добиваются, чаще всего не могут дать старт достижения своих целей, это некий испуг перед среднесрочными и долгосрочными целями. Объясню, что я имею в виду. Когда у вас краткосрочная цель, вы понимаете, неделька-две максимум месяц. Вы как бы собрались и вперед выполнять. Но когда вы понимаете, что есть объемная, большая задача, вы понимаете, что огромное количество действий придется предложить. Где-то что-то будет не получаться. И как бы понимаем, какой же фронт работы перед нами, большинство людей начинает процесс затягивания. Процесс некой отсрочки. Вновь-таки возвращаются к своему плану. Думают, а может я поменяю вот эту цифру, а может я поменяю вот эту цифру. Таким образом люди постоянно на стадии планирования, и этот план никак не переходит в процесс реализации в действительности. И это огромная ошибка, потому что энергия-то угасает. Энергия рождается в действии. То есть вы для себя спланировали цель, минус 20 килограмм, бриллиантовый директор. Хочу такое-то количество продаж, да? Такую-то бизнес-структуру хочу. Вы для себя это спланировали. Вы спланировали действия, но если нет практики, мотивация падает. Энергия, вот это вдохновение падает. Поэтому предельно важный момент после планирования приступать к действиям незамедлительно. По чуть-чуть, по нему ногу, да? Пускай кирпичик за кирпичиком, пускай не спеша, но приступать. Это предельно важный момент. И вот почему большинство людей, собственно, так и не доводят начатое до конца и не реализовывают желаемое. Потому что сам факт, само понимание огромного количества работы пугает. Ну поймите, вы прекрасно знаете. И по личному опыту, то, что если мы хотим добиться хороших успехов, надо поднапрячься, да? По-другому это не работает. И третья финальная ошибка, дамы и господа, большинство людей, это ментальный барьер, ментальная ловушка. Хочется получить все и сразу. Хочется быстро, не хочется долго напрягаться и как бы, знаете, работать, работать, когда порой бывает не получается. А безусловно, у вас уже есть определенный опыт достижения целей. И вы эту тему великолепно понимаете, потому что вы закрывали и добивались определенных целей, когда и что-то было не так, что-то не получалось, но вы как бы продолжали действовать, да? Но вновь-таки себе нужно это проговорить, потому что желание получить все и сразу есть, живет у каждого из нас. И порой, знаете, слишком сладкая иллюзия быстрого результата. Мы начинаем в нее верить, мы начинаем ее ждать, а не получаем в действительности того, чего бы нам так сильно хотелось. Просто всегда помните, да? И у вас есть великолепный опыт, который это подтверждает. Если вы чего-то хотите большого, объемного, масштабного, нужно приложить такие же большие, объемные, масштабные действия. Иначе это не работает. Дамы и господа, сейчас нам необходимо выполнить домашнее задание. Я для вас продублирую здесь текст, во что необходимо сделать. Первое. У вас есть список целей на 2020 год. Выберите три важные цели. Но пускай этот выбор трех важных целей не диссонирует у вас с темой наличия критически важной цели. Потому что критически важная цель – это что-то, что стоит, знаете, таким особняком, да? То есть, как бы такая авторитарная цель в вашей жизни, да? Опять же, повторюсь, для многих из вас, как я предполагаю, это бизнес, потому что когда вы в бизнесе прогрессируете и добиваетесь высот, все другие области вашей жизни только говорят спасибо и от этого выигрывают, да? Но все же, помимо бизнеса, у вас есть ряд других задач. Что-то по обучению, что-то по путешествиям, да? Что-то по физическому состоянию и так далее. Выпишите для себя три цели. Дальше. Второе. Напротив каждой из этих целей вы пишите ряд действий, которые вы предложите для того, чтобы добиться этой цели. Опять же, такой очень важный момент. Не увлекаемся планированием цифр, а пишем план действий, потому что именно такие действия вас будут приводить к результату. Третий важный пункт домашнего задания, дамы и господа, это магическое число 72 часа, то бишь трое суток. Есть ряд исследований, которые доказывают, что если человек после планирования чего-либо в течение трех дней не приступил хотя бы к каким-то первым действиям, вероятность того, что он потом вообще когда-либо приступит к этим действиям, снижается, просто вдумайтесь, на 90%. Это космически много. Поэтому наша задача приступить, сделать хотя бы первый шаг, первое действие в течение трех дней. Хотим сбросить вес, да? Прямо сегодня выйти, просто, знаете, на быструю прогулку, пройтись, да? Предложить первое действие. Предложить первое действие, которое вы спланировали, которое должно привести вас к результату в течение трех дней. Не позже. Дамы и господа, сегодня я с вами поговорил касательно цели построения, а именно ключевых ошибок, которые допускают большинство людей на этапе цели построения. Я хочу резюмировать. Первое. Не увлекайтесь чрезмерным планированием цифр, да? Мы не в состоянии все предугадать и предсказать, как оно будет, и в действительности реальность будет все корректировать. Но что вы можете сделать, так это спланировать как можно большее количество действий. Потому что на вашем пути движения к цели, где-то какие-то действия покажут свою неэффективность, и это совершенно нормальная житейская ситуация. А когда у вас есть предложенный ряд других действий, это как некая альтернатива. Это не работает, беру то, что уже ранее спланировал. Второе. Помните то, что порой наш мозг нам противится, когда мы понимаем, есть объемная сложная задача, и как-то, знаете, неохота начинать. Но помните, путь в тысячу миль начинается с первого шага. И эти первые шаги являются самыми ключевыми и самыми важными. Поэтому без промедления понимаем, да, сложная объемная задача, но нужно брать и делать. И третья финальная ошибка. Безусловно, так или иначе, всем нам хочется результата поскорее. Бы. Но у вас есть великолепный опыт, который вам говорит. Так не бывает. Поэтому работать, работать, работать. Сверять свои действия с вашим планом и добиваться поставленных перед собой. Благодарю вас за внимание. Применяйте полученную информацию на практике и увидите то, что она сыграет вам великолепную службу.